В связи с прохождением циклона на территории Приморского края сложная ситуация наблюдается в Хасанском, Дальнереченском муниципальных образованиях и в городе Уссуриск. По оперативным данным на территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов и 1673 придомовых территории. Отрезаны 34 населенных пункта в Уссурисском, Красноармейском, Лозовском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском и Хасанском муниципальных образованиях. В ближайшие сутки на большинстве рек края продолжится подъем воды дождевых паводков, ожидается добегание воды дождевого и склонового стока, продвижение паводочной волны. При значительной интенсивности дождя на реках Восточного побережья и верховьях рек центральных районов края возможны резкие подъемы воды до 2,5 метров. Продолжаются выходы воды из русел и подтопление прилегающих территорий. За прошедшие сутки от воды освободилось 152 жилых дома, 161 придомовая территория. С нарастающим итогом просушены 1294 дома, откачана вода из подвала в 982 жилых домов, организована работа восьми лодочных переправ в Уссурийском, Дальнереченском, Красноармейском и Хасанском муниципальных образованиях. Силами пожарных и спасателей МЧС России с начала ухудшения обстановки эвакуированы из подтопленных домовладений и перевезено около 6800 человек, из них 982 ребенка. В восьми пунктах временного размещения находится 183 человека, в том числе 45 детей. Сегодня ночью в Октябрьский район прибыла дополнительная группировка спасателей Камчатского спасательного центра МЧС России. Вчера спасатели МЧС России перевезли на сушу людей, оказавшихся в отрезанной части села Андреевка в Хасанском округе. Всего со вчерашнего дня сотрудники МЧС России перевезли на лодках около 850 человек из района Рисовая, Пать и Витязь. Кроме того, проведено оповещение жителей отдыхающих села Андреевка, поселка Зарубина и прилегающих туристических баз об эвакуации. В настоящее время в Уссурийске наблюдается незначительное повышение уровня воды на реках Раздольная и Раковка. Накануне сотрудники МЧС России совместно с представителями полиции провели оповещение населения о возможной эвакуации в районе улиц, расположенных вдоль реки Раковка. Сотрудниками чрезвычайного ведомства в превентивных целях было эвакуировано 50 человек, из них 9 детей. 28 человек находятся в пункте временного размещения, остальные граждане расселены у родственников. Сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме продолжают оказывать всю необходимую помощь населению Приморья. Спасатели эвакуируют людей, откачивают воду из жилых домов, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, просушивают дома и организовывают лодочные переправы и доставляют помощь.